В спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинового являлись сильнейших участники первого кубка губернатора по боевому самбо среди мужчин. На спортивной арене прошло более 50 поединков. Спортсмены из Красноярского края, Челябинской и Омской областей в восьми весовых категориях оспаривали пальму первенства. Фаворитов определили как в личном, так и в командном первенстве. Как и ожидалось, задавать боевой темп состязанием с первых же поединков начали омские спортсмены. Заполненный зрителями СКК, домашние стены – все для того, чтобы главный трофей турнира остался на родной земле. Это достаточно контактный вид спорта. Здесь может быть всякий, может быть менее подготовленный спортсмен выиграть, более подготовленный титул. Поэтому покажет финал. Вы надеетесь, что кубок останется здесь? Я думаю, что кубок останется здесь. Не оплошать воспитанникам Омской школы самбо помогли ведущие файтеры мировых рейтингов боевых единоборств. Воспитанники спортивного клуба «Сатурн» Александр Сарнавский и Андрей Корешков провели самые зрелищные поединки состязаний. Сарнавский – один из лучших бойцов смешанного стиля в России, известен в регионе, России, мире. Вот только в мире смешанных единоборств. В соревнованиях по боевому самбо Сарнавский борется впервые. И если в М1 послужной список бойца впечатляет, провел 19 профессиональных боев, одержав победу в каждом из них, то в самбо состоялся его дебют. Этот спорт сейчас стал развиваться у нас в городе очень хорошо. Он также чуть похоже, как на смешанный стиль «Бои без правил». Здесь как бы болевые удушающие, да, также борьба, удары в стойке. Но удары только не оцениваются. Первый бой у меня был очень хороший соперник, мастер спорта по самбо, да, с Красноярска. Парень очень хорошо борется в стойке, да, я ему проигрывал как бы 8-0, да, и мог проиграть, там оставалось буквально немножко, на волевых качествах, да, я вырвал эту победу. Вырвал победу и еще один омский спортсмен Андрей Корешков. Поединок он закончил так же, как Сарнавский. Досрочно, за полторы минуты до конца, техническим нокаутом. Чувствуется, что публика знает, все ждут от тебя яркого боя, хорошего зрелища, и это немножко давит, потому что если настраиваться на нокаут, ты либо, ну, на досрочную победу это никогда не получается, очень трудно. И поэтому приходится стараться. Самбо – традиционно русский вид спорта. В последние годы популярность приобретает и его боевой раздел, который ранее культивировался только среди сотрудников силовых структур. Почетными гостями турнира стали Асламбек Аслаханов, заслуженный мастер спорта по самбо. В качестве специального гостя оценить мастерство спортсменов на турнир пригласили многократного чемпиона России, мира и Европы по боевому самбо Александра Емельяненко. Между фотосессиями с поклонниками он все же успевал следить за тем, насколько профессионально самбисты проводят встречи. «Спортсмены у вас есть хорошие, есть чемпионы Европы по боевому самбо. У вас развивается самбо, набирает популярности. Спортсмены мастерства набираются и показывают результат. Я желаю, чтобы они не останавливались на достигнутом, а как можно больше их становилось в риде чемпионов». Старт первого кубка губернатора по боевому самбо состоялся. Более 50 поединков, 8 комплектов наград. На ковре не только ведущие школы самбо нашего региона. Соседние приняли приглашение и с присущей спортивной злостью борются за награды турнира. Более шести часов прошло с момента проведения первого поединка до того, как стали известны имена победителей и призеров. 22 награды разного достоинства завоевали омские самбисты. Это шесть золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей. Суровые борцы из Челябинска увезли домой пять наград, одна из которых – высшие пробы. И одно золото завоевал спортсмен из Красноярского края. Главный трофей соревнований – Кубок губернатора. Усилиями наших спортсменов остался в Омской области. Наши поздравления.